Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. 14-й ЕС в Киеве открывается саммит Ялтинской экономической стратегии. С кем и что будут обсуждать? Без поборов и масок шоу бизнесменам сулят тепличные условия работы. Когда ждать обещанного? Вошли в раж. Северная Корея грозит утопить Японию ядерным ударом. На кого еще гневается Ким Чен Ын? Шутка в стиле куклус-клана, после чего сына израильского премьера обвинили в антисемитизме. Меняющийся мир и место Украины в этом мире. Об этом несколько дней будут говорить в Киеве политики, дипломаты, бизнесмены из 34 стран мира. В эти минуты открывается ежегодный саммит Ялтинской европейской стратегии. Все основные дискуссии ожидаются завтра. Большинство из них состоится в мастерском арсенале. Но открыть саммит решили в другом месте. Наш корреспондент Елена Зорина сейчас расскажет все подробности. Она находится на месте. Лена, здравствуй. Где же стартовал этот форум? Да, Наташа, добрый вечер. Ежегодный форум Ялтинская европейская стратегия, хочу сказать, что он 14-й в этом году. И он начался не как раньше в мастерском арсенале, а не поверите, на рынке, в самом сердце столицы, рядом с Крещатиком. Улицу, где проходят мероприятия, еще до начала перекрыли, дежурит полиция, но сейчас, когда форум стартовал, движение возобновили. Ну а само открытие проходит прямо среди торговых лотков. Участвуют и продавцы, но овощи, фрукты и мясные изделия не за деньги. Ими угощают гостей. Овощи – это наши домашние. Хочу всех побачить. Телевизор – это не это. А вот когда идут живые люди, тогда мы видим, какой – то и больше, то и меньше. Одно мы не понимали, что это оно. А когда приехали сегодня, так мы очень были, как говорится, в таком захвате. По задумке организаторов, все это для того, чтобы Киев показать, как один из лучших европейских городов. Ну а главная цель – продвинуть Украину не только на политической арене, но и продемонстрировать ее аграрный потенциал. Основатель форума, филантроп и меценат Виктор Пинчук. В этом году он пригласил немало гостей. Еще до открытия мы встретили бывшего министра финансов Украины Наталью Яресько. Сейчас она работает в Пуэрто-Рико, а в Киев приехала специально на форум. Мы обычные, но я очень счастлива, что мы тут. И украинскую ежу любят. Я ожидаю очень интересную rozmову про световые процессы. Я знаю, как Украина, какую роль Украина имеет в всех световых процессах. И куда мы идем, и как мы можем быстрее пойти к нашей цели. Что же касается гостей, то их больше 300. Это известные политики, дипломаты, эксперты, бизнесмены. В частности, бывшие премьеры Великобритании Дэвид Кэмерон и Тони Блэр. Экс-премьеры, министр иностранных дел Швеции Карл Бильд. Бывший президент Европарламента Пэт Кокс. А вот бывший госсекретарь США Джон Кэрри прочитает лекцию, что может ли дипломатия преодолеть вызовы нового мира. Также приедет известная художница Марина Абрамович. Ее называют бабушкой перформанса. Ну а сегодня встречу открывает мэр Кива Виталий Кличко и бывший президент Польши Александр Квасневский. Еще до открытия нам удалось пообщаться с польским политиком. И вот как он оценивает состояние дел в Украине. Я думаю, что реформы идут вперед. Что здесь можно сказать, что есть прогресс. И прогресс это видят тоже и политики Запада и Европейского Союза. Я думаю, что экономика тоже поднимается. Медленно-медленно она уже поднимается. Продолжение следует... Президент и премьер обещают облегчить жизнь среднему классу. Во время встречи с представителями бизнеса Владимир Гройсман заявил о том, что в следующем году налоги повышать не будут. Петр Порошенко анонсировал в свою очередь создание службы финансовых расследований, которая позволит защитить бизнес от силовиков. Перед тем, как отправить законопроект в парламент, его обещают обсудить с предпринимателями. Не может на сегодняшний день десяток правоохоронных органов по черві стукатися в двери, або навіть не стукатися, а виламувати двери бизнеса. И именно поэтому теза о создании службы финансовых расследований абсолютно назрела. И я уверен в том, что протягом короткого периода времени разработанный законопроект має бути запропонований бизнесу для обговорения. Плануємо через месяц, месяц и тиждень, встречи по закону про СФР, для того, чтобы протягом жовтня-грудня цей закон был ухвален, и все інші органи контролю в экономичной сфере були ліквідовані. Очередной суд над главредом издания страна Юэй Игорем Гужевой. Сегодня в Шевченковском райсуде столицы слушали дело двухлетней давности о неуплате Гужевой налогов. Прокуратура ходатайствовала о продлении меры пресечения. В итоге суд постановил, что подозреваемый еще два месяца не сможет выезжать из Киева. Сам же Гужева заявляет, что дело сфабриковали, и кроме этого, по его словам, судебное разбирательство умышленно затягивает. Я недоволен. К сожалению, это решение было ожидаемым, потому что, как я сказал, на суд оказывается очень мощное давление, и, видимо, судья не может полностью отбросить все требования прокуратуры. Нет факта ущерба государству, это непонятно. То есть это есть просто стремление властей усложнить мне жизнь, выписать большой штраф и так далее. Для того, чтобы развести конфликтующие стороны на Донбассе и добиться прекращения огня, необходима резолюция Совбеза ООН, после чего на востоке Украины должен появиться миротворческий контингент. Такой вариант поддерживают более 75% украинцев. Об этом заявил нардеп Вадим Новинский. Сегодня он пообщался с британским лордом Ричардом Ризби. Обсудили варианты прекращения вооруженного конфликта на востоке страны. Мне очень приятно находиться в Киеве. Мы приехали на Ялтинскую конференцию. Я глава британско-украинского общества в Лондоне. И у нас есть активная программа для диалога между нашими депутатами и депутатами Рады. Мы провели очень честный разговор о том, какие трудности и возможности стоят перед Украиной, и главное, как достичь мира на Донбассе. Наши высокие гости хотели узнать мнение оппозиционных политиков, мнение оппозиции о ситуации дел в стране, о том, что происходит в нашей стране. То, что мнение оппозиции и мнение власти очень часто отличаются. Как правило, власть всегда показывает ситуацию в таком очень красивом виде. Это задача номер один. Как достигнуть мира? Мы представители партии мира. Я уверен в том, что с принятием этой резолюции партии войны потерпит сокрушительное поражение и должна уйти на стволку истории. В зоне АТО серьезное обострение на подступах к Донецку. Сегодня в Песках боевики мощным минометным огнем накрыли позиции украинских армейцев. Трое бойцов ранены. Во время одной из атак противник задействовал даже бронетехнику. Все подробности узнаем от Геннадия Вивденко. Участнику нашей съемочной группы, водителю Сергею Байдале, удалось снять эвакуацию только что раненых бойцов. Один из них в тяжелом состоянии, двое средней тяжести. По нашим данным, когда военные рыли окопы, снова начался обстрел из гранатометов. До этого противник выжигал здесь украинские позиции. Вот видно по этому дереву, как оно обуглилось, какова была температура. Это работа зажигательных мин. Вот сейчас противник перешел уже на более тяжелое вооружение. Работая с 120-ми минами, применяет БМП. Бой длился целый день. На территории Песок мощные разрывы 120-мм мин. Накануне бойцы насчитали их около трех десятков. Где-то сейчас это как минимум, может даже больше. И мины, по-моему, улетели 120-е. Последние буквально несколько дней они уже начали проявлять активность. А мы молчим как всегда. Обстрелы поддерживали и боевые машины пехоты врага. Вели огонь по всем позициям вокруг Песок. Такого обострения бойцы не помнят с конца августа. И БМП, и 120-е, и стрелкотня. В общем, все сразу, и все в кучу, и по всем позициям. Хотели вызвать ответный огонь от нас. Я не знаю. Шатают нас, получается. Ну, расшатывают, да пытаются расшатать. Эту улицу бойцы называют улицей жизни. Самое главное на ней выжить. Здесь нужно оценивать ситуацию каждую секунду. Передвигаться быстро, прятаться под руинами. С той стороны начали работать вражеские снайперы из российских пулеметов «Утес». Можно там лечь, разорвет тебя на куски. Тем более пули разрывные, из крупнокалиберного пулемета. Даже этот бронежилет не поможет. Бойцы рассказали, со стороны врага была попытка открыть огонь из танка, запрещенного Минском. Однако засечь украинские позиции из-за огневого умолчания бойцов не удалось, поэтому танк удалился. А вот нашим военным во время одной из контратак удалось ликвидировать трех боевиков. Геннадий Вивденко, Богдан Савруцкий, Сергей Байдала. Подробности телеканал «Интер» из Донецкой области. США поддерживают украинский вариант размещения миссии ООН на Донбассе. По словам пресс-секретаря Госдепартамента, Хизер Нойерт, Вашингтон за миротворцев по всей оккупированной территории, включая также украинско-российскую границу. А не только на линии разграничений в местах дислокации миссии ОБСЕ, как предлагает Россия. По словам Нойерт, позицию Украины разделяют также европейские страны, в частности Германия. Любые миротворческие силы должны иметь широкий мандат, обеспечивать мир и безопасность на всей оккупированной территории Украины, до самой границы, включая саму границу с Россией, чтобы избежать раздела Украины. Россия не должна принимать участие в миротворческой миссии ООН. Позицию Украины обозначил замглавы администрации президента Константин Елисеев. Он призвал все заинтересованные страны приложить усилия, чтобы эти планы стали реальностью. Будущую миссию необходимо организовать в соответствии с основными принципами и правилами миротворческой работы ООН. В частности, она должна быть непредвзятой, то есть проходить без участия российских миротворцев, поскольку Москва является одной из сторон конфликта. Разворачивание миротворческой миссии ООН станет настоящим позитивным прорывом в политическом урегулировании ситуации на Донбассе. Еще полгода Совет Евросоюза официально продлил санкции против России до 15 марта 2018 года. В черном списке почти 150 частных лиц и 38 компаний. Все они причастны к нарушению территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Санкции предусматривают ограничения на въезд в ЕС и заморозку активов. Критика вокруг образовательной реформы, за которую парламент проголосовал на прошлой неделе, не утихает. Против высказались даже в соседних странах. Но пока одни ломают копья, другие собственными силами готовят новые кадры. Речь о фермерах из Житомирской области. В местном учебном центре побывала наша съемочная группа. Сначала фермер-новатор собрал со всей округи двигатели и агрегаты для наглядности учебного процесса. Построил помещение для занятий, пригласил опытных преподавателей. И все это за деньги, заработанные за границей. Создание новых рабочих мест с достойными зарплатами сейчас ключевая задача для страны, считает лидер оппозиционного блока Юрий Бойко. Он сегодня приехал посмотреть, как работает учебно-производственный центр. У вас добра, добра инициатива. Створили начальную организацию с самого нуля. В райцентре вот так вот грабут такие азии. Любые перипетии в державе, в ладе, в этих неизвлекательных кто. А перипетий этой осенью в государстве достаточно. Чего только стоят грядущие пенсионные и медицинские реформы. Людям дают платную медицину, но не говорят, из каких источников она будет оплачиваться. У нас позиция совсем другая. Мы считаем, что медицина должна быть страховая. И платить за больного должен, за пенсионера государство. А за работника должен работодатель. Это должно быть включено в налоги. Что касается пенсионной реформы, это вообще с нашей точки зрения дикая глупость. Ведь убирать дефицит пенсионного фонда надо наполнением его, надо увеличением отчисления в него. По словам Юрия Бойко, оппозиционный блок не поддержит ни медицинскую, ни пенсионную реформы в нынешнем виде. Так как они ведут к ухудшению жизни людей. А рассматривать такие социально чувствительные вопросы на скорую руку нельзя. У нас полномасштабный экономический кризис. И позиция нашей фракции была, что прежде чем начинать работу парламента, надо, чтобы правительство отчиталось о работе, почему этот кризис случился. И представила программу работы правительства на следующий год. Если эта программа будет утверждена парламентом, тогда правительство получает легитимность. А если нет, то правительство уходит в отставку. Лина Зеленская, Сергей Коваль. Подробности. Телеканал Интер. Взрыв в Одессе. Мужчина бросил гранату в оппонентов во время ссоры. По словам очевидцев, сначала он оскорблял девушку, продавца ночного магазина. За нее вступились двое прохожих. Когда же они попытались утихомирить дебошира, он достал из кармана гранату и бросил в их сторону. А после еще и открыл огонь из травматического пистолета. У обоих мужчин осколочные ранения. Нападавший сбежал. В результате вибуха до лекарни было госпитализовано две особи, которым надано медичную допомогу. Проводятся все необходимые следствия и оперативно-рошуковые заходы с метою установления места находления особи-злочинца и ее затримания. Человек, который в центре столицы взорвал автомобиль с Тимуром Махаури, есть на видеозаписи. Правоохранители располагают кадрами, как неизвестный приводит в действие взрыватель. Об этом сообщило агентство «Украинские новыны» со ссылкой на собственные источники. На записи якобы видно, как мужчина после взрыва скрылся в подземном переходе возле Бессарабского рынка. По словам источника, бомбу заложили в подлокотник. Напомню, автомобиль с гражданином Грузии Тимуром Махаури взорвали в центре Киева 8 сентября. В машине также была молодая женщина с ребенком. Они выжили. А теперь о митингах в столице. Вчера мы показывали материал, в котором вы увидели всю подноготную о так называемых протестах под Нацбанком. Рассказали о том, кто собирает людей, сколько им платят и сколько кладут себе в карман. Материал вызвал резонанс, и мы решили еще раз разобраться с тем, что уже неделю происходит в центре Киева. После нашего сюжета о реальных событиях под НБУ, о том, кто и за что там собирается, а также, кто и чем кормит весь этот народ, мы рассчитывали увидеть что-то новое, но, увы. Все так же в 10 из людей формируют колонны, как Бурлаков тянут к Нацбанку. Потому что пенсия у нас от мертвого осла в уши, чтобы попробовать кафе с уши. Мы сюда пришли за життя, за Вадима Рабиновича. Но тут перед массовкой появляется нардеп, взбирается на привычный подиум и начинает клеймить интер и подробности за вчерашний сюжет. Особенно его задели кадры проплаты всего этого действа и запахи. Говорят, что от нас плохо пахнет. Риторика, как у савдеповского пропагандиста. Перевирая факты, нардеп только в конце наконец-то вспомнил, где он и зачем все это. Они сказали, что здесь нет ни одного человека, который пострадал от банковской системы. Но то, что так рьяно отрицает народный депутат, очевидно, не только журналистам. Уж слишком протестующие не похоже на обманутых вкладчиков. Сказать, что тут стоят реальные люди, чьи интересы или права были ошуканы, на жаль, я своей субъективной думкой не могу этого сказать. Больше того, чтобы не образить каждого из людей, кто тут стоит, хотела бы добавить, что в принципе тут контингент, который, глянувши на кей, не скажешь, что они имеют возможность взагалу сделать хоть какой-то вклад. А вот что увидели удивленные гости нашей столицы. Я шел в колонии, слушал это, потом пришел на место, смотрел, как им всем раздают эти флаги, баннеры. Я просто посмотрел, что больше им все равно, за что стоять. Мы точно узнали, во сколько обходится такой митинг и как его организовывают. Находим через активистов стоп-коррупции организаторов этого фестиваля. Представляемся помощниками нардепа, просим нам привезти людей на акцию. Тему никто даже не спросил. Разговор сразу о деньгах. Здесь где-то 2 тысячи. Не разведутся они меня? Не, а мы вообще не будем в диванскую. Сколько это общий бюджет? Ну, посчитайте, если 400 гривен на килограмм. Скажите, я в полмиллиона влезу, гривен или не влезу? Полмиллиона? Тогда, наверное, не будет 2 тысячи. Больше, меньше? Тогда, наверное, будет тысяча с чем. Я думаю... В прочем, да? Если 2 тысячи, тогда минимум 800 гривен. Простая как угол арифметика. Нардепу Рабиновичу 7 дней этой бессрочной, но длящейся реально с 10 утра до 13. Акции у стен НБУ обошлись в 22 миллиона гривен. Это если 6 тысяч, а не 400 человек, как он клянется спонсором. Куда и кому идет эта довольно существенная разница в деньгах. Мы не забудем об этом спросить у НПК. Зато уже неделю место для митингов реально обманутых вкладчиков или других партий у стен Нацбанка попросту заблокировано. А сам Рабинович при этом весьма неплохо себя чувствует. По крайней мере, у нардепа есть два солидных дома. Вот один из них. Он находится в столице. А другой расположен в Киевской области, в казине, которое называют поселком миллионеров. Нардеп из скромности может умолчать о них. А мы вам их покажем в ближайших выпусках подробностей. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, Вячеслав Медведев. Подробности, телеканал Интер. Стрельба в столице. В Киеве неизвестный из травматического пистолета ранил несовершеннолетнего около одного из лицеев Святошинского района. В нас полиция сообщает, что стрелявший задержан. Это 23-летний киевлянин. Почему он открыл огонь, сейчас выясняют следователи. Парню грозит до 7 лет тюрьмы. Стреляли и в Дарницком районе Киева. Там произошла массовая драка. Возле спорткомплекса 6 человек доставлены в больницу. По версии правоохранителей, разборки устроили люди, которые претендуют на здание и якобы являются его собственниками. Неизвестные ночью заняли помещение. Утром молодчики пришли отбивать спортзал. Словесная перепалка переросла в побоище. У нескольких человек ножевые ранения. Один получил пулю из травматического пистолета. Вымывание денег уже три недели активисты пытаются прикрыть самую крупную точку нелегальной добычи песка в столице. Чего уже удалось добиться и что мешает делу двигаться дальше. Подробности в материале. Это красивое побережье Днепра находится в промзоне неподалеку от станции метро Выдубичи. Буквально в нескольких километрах. В одну сторону дорогие коттеджи, в другую дачные участки киевлян. А прямо по курсу Южный мост. И именно здесь находится самая большая точка нелегальной добычи песка. Чтобы понять масштабы, это 300 миллионов гривен в год. Это просто по самым скромным подсчетам заработки нелегалов, которые отсюда вывозят песок. Точнее вывозили. С тех пор, как три недели назад активисты общественных организаций заблокировали выезд самосвалом, они дежурят по одной простой причине. Потому что полицию и прокуратуру буквально приходится заставлять делать свою работу. Как выяснили активисты, эту территорию арендует компания «Мостострой». Но проблема в том, что разрешений на добычу, тем более продажу песка, у нее нет. А на этой неделе узнали. Оказывается, эта территория вообще предназначалась под застройку. В рамках допомоги, что до судового расследования органам полиции с приводу незаконного выдобутка песка на промышленности 4, нам было сделано запад, что до цельного призначения земельной делянки до Департамента земельных ресурсов КМДА, на что нам было отримано ответ, что это призначение земли для переносения промышленности базы. Активистам удалось добиться открытия уголовного дела. А на прошлой неделе правоохранители отправили на штрафплощадку два земснаряда с этой территории. Но чтобы доказать, что здесь добывали именно чистый песок, необходима спецэкспертиза. Диспозиция этой статьи предназначает обязательно визначение размера завданных сбытков. Для этого мы предназначаем экспертизы инженерно-экологические и грунтознавшие. Этого неделя уже направлено к суду глупотание про арест этой техники. Кроме того, прокуратура обратилась к глупотанию про доступ к земельной делянке для проведения огляда с специалистами, которые должны сделать соответствующие замеры. В прокуратуре сообщают, для проведения экспертиз необходимо время, из-за чего следствие может затянуться. Активисты же пригласили профессионалов из Киевского научно-исследовательского института судэкспертиз, чтобы те рассказали, сколько им понадобится времени для подобного анализа. С каждого места, которое нужно сравнивать или связывать между собой, нужно по пять параллельных проб. С водой, с территорией, с насыпом, с ховищем и так далее. Если только пять вопросов и только пару вопросов, которые ставятся, то в течение недели, если с каждой территории по пять вопросов, а этих территорий должно быть пять, шесть или десять, то продолжается время увеличиться. До месяца? Да, до месяца. Решение суда рассчитывают получить уже на этой неделе. Если экспертиза докажет вину браконьеров, то их могут отправить за решетку на пять лет. Но если дело затянется и нелегалы найдут очередной способ добывать песок, то это грозит катастрофой. Они просто рвут, рвут Днепр на части, изменяя русло Днепра, меняя конфигурацию береговой линии, ландшафт дна. Ямы, которые они вырывают на дне реки, они вызывают непредвиденные сдвиги, которые приводят к обрушению берегов. И из-за этих сдвигов грунта запросто грунт может уйти из-под опор моста, чем подвергнуть стратегический транспортный объект. Активисты уверяют, будут пристально следить за всеми следственными действиями. Анна Демиденко, Валентин Беевич, подробности телеканал Интер. На 13 тысяч гривен оштрафовали прокурора Драговочской прокуратуры за то, что она дала взятку. Женщине удалось избежать СИЗО, поскольку она ждет ребенка. По данным следствия, Руслана Курлятович заплатила 10 тысяч долларов полицейскому, чтобы он сообщал ей подробности расследования одного из уголовных дел. К слову, супруг подозреваемой тоже сотрудник прокуратуры. Судя по декларациям, люди не бедные. Есть квартира в Драговочской, земельный участок, дом, а также БМВ-Х5 и полмиллиона гривен сбережений. Скандал в Федерации футбола Украины. Журналисты выяснили, что у вице-президента этой организации, Вадима Костюченко, поддельный диплом о первом высшем образовании. Еще три года назад этим вопросом заинтересовалась столичная прокуратура, но это не помешало ему получить должность. Все подробности в материале. С липовым дипломом, но постоянно при должностях, СМИ уличили вице-президента Федерации футбола Украины, Вадима Костюченко, в подделке документов и предоставили доказательства. Дескать, свой первый диплом специалиста в КПИ он получил ни дня не проведя на студенческой скамье. Вот этот документ, датированный 1997 годом. На его основании Костюченко позже перевелся в магистратуру КИМО, но тяга к знаниям не угасла. Предоставив новый диплом, уже магистра, чиновник поступил в Национальную академию госуправления при президенте. И, кстати, не раз занимал государственные должности. Два года был замом министра по делам семьи, молодежи и спорта, директором одного из департаментов МинАПК, первым заместителем председателя Деснянской реадминистрации, и получал зарплату из госбюджета. Никто не удосужился тщательно проверить его диплом. А залиповые документы в Украине – уголовная ответственность. Это загрожает человеку штрафом в 50 неоподаткованных минимум доходов граждан, это 850 гривен, также арештом до 6 месяцев, або обмежением воли на строк до 2 лет. Как правило, в судовых справах, которые уже доведены до вырук, используется штраф. Но все равно это криминальная ответственность. Будут все обратиться на это внимание. Но обратили внимание далеко не все. Только в 2014-м в подлинности документов Костюченко засомневались. В прокуратуре даже открыли уголовное производство. Следователи получили ответ из КПИ. Костюченко никогда студентом Киевского политеха не был. Диплома не получал. В прокуратуре Киева нам сообщили, что в 2015-м производство передали коллегам в область. Мы отправили запрос в областную прокуратуру, чтобы узнать о дальнейшей судьбе дела. Ждем ответа. Но даже эта информация о проверке диплома Костюченко и открытии уголовного дела почему-то не помешала президенту ФФО Андрею Павелко взять его в свои замы. Проверяли ли там подлинность документов, когда брали на работу? В федерации пока только обещают прокомментировать. Пхеньян разразился очередной серией угроз в адрес США и союзников. Обещают утопить Японию, а Штаты превратить в пепел. Официальную позицию власти озвучили на государственном телеканале. Диктор, говоря о Вашингтоне, называла американцев янки и даже призывала забить их палками. Обеим странам, вдобавок еще и Южной Кореи, по телевизору пообещали ядерный апокалипсис, а северных корейцев призвали к мобилизации. И снова скандал с участием Нетаньягу. На этот раз под удар попал сын главы правительства Израиля. За что его обвинили в антисемитизме, знает Сергей Ауслендер. Когда сын израильского премьера Яир Нетаньягу опубликовал эту карикатуру на своей страничке в Фейсбуке, он, наверное, даже не предполагал, какую бурю возмущения это вызовет. На картинке изображены недоброжелатели его отца. Называлась она «пищевая цепочка». Это переделка довольно старой конспирологической антисемитской карикатуры на тему того, что евреи правят миром. Изображены там американский еврей-миллиардер Джордж Сорос, бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак, известный журналист и политик Эльдат Яниф, и даже бывший завхоз резиденции Нетаньягу Мени Нафтали. Каждый ловит на крючок стоящего впереди, а всем управляет Сорос. Картинка эта вызвала в социальных сетях настоящий взрыв. Сына премьера обвинили в антисемитизме, а вот представители, например, американского куклус-клана назвали его своим другом. Впрочем, есть и те, кто считает, что молодой человек просто дурачился, и, в общем, эта история вышла совершенно обычная, хотя и довольно неприятная. Я думаю, что эта карикатура является иронией. То есть сын премьер-министра, он, как его отец, находится под сверхпристальным взором масс-медиа израильских и политиков, которые только и пытаются найти, чтобы укусить семью премьер-министра. Прямо говоря, идет уже 2-3 года компания какой-то травли и лично премьер-министра, и его жены, и теперь уже его сына. То есть, на мой взгляд, сын просто, находясь под таким давлением, он иронизирует над тем, как масс-медиа управляются кем-то со стороны. Понятно, что подобных картинок в сети каждый день публикуются миллионы, но тот факт, что эту опубликовал именно сын израильского премьера и вызвало такую бурную реакцию. Высказались по этому поводу и Барак, и лидеры различных политических партий, и даже бывший начальник генштаба генерал Ганс. Все они осудили эту публикацию. Нетаньягу старший комментировать это не стал. Он сейчас удачно находится с визитом далеко в Южной Америке. Впрочем, сын его вполне взрослый человек, который в состоянии сам отвечать за свои поступки. Наверное, поэтому карикатуру он поспешно удалил, хотя она уже и разошлась по интернету в виде перепечаток именно с его страницы. Сергей Услендер. Подробности. Телеканал Интер. Израиль. Шенген с ограничениями. Министры внутренних дел ЕС сегодня в Брюсселе решали, продлевать ли пограничный контроль между странами. Его, напомню, ввели с начала миграционного кризиса. Все детали об этом расскажет Татьяна Лагунова. Дедлайн 11 ноября. До этой даты Еврокомиссия разрешила странам шенгенской зоны проводить паспортный контроль на своих внутренних границах. Что будет после, до сих пор непонятно. Единства в этом вопросе нет. Брюссель требует прекратить проверки. Дескать, с пиком миграционного кризиса Евросоюз уже справился и надобности контролировать границы больше нет. Но Германия, Франция, Австрия и Дания категорически против. Они хотят внести изменения в шенгенский кодекс и прописать такое положение. Страны шенгена имеют право в случае необходимости и целесообразности вводить контроль на своих рубежах на неограниченный срок. На этих изменениях больше других настаивают немцы. Миграционный кризис – одна из главных тем кампаний накануне выборов в Бундестаг. И причина громкого предвыборного скандала. В двойных стандартах по вопросу миграционной политики уличили лидера партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. Политическая сила – это право популистское. И в вопросах миграции категорично беженцев в страну не пускать. И Алис Вайдель, как лидер партии, не раз критиковала Ангелу Меркель за политику открытых дверей. Но, как раз узнали журналисты, сама же брала беженцев на работу. Причем нелегально. По информации немецких СМИ, несколько лет назад Вайдель, которая тогда жила в Швейцарии, наняла для уборки дома беженку из Сирии. Платила наличными, не оформляя никаких договоров. То есть по-черному, нарушая закон. Сама Вайдель уже заявила, что это неправда. Дескать, женщина из Сирии просто заходила к ней в гости. Татьяна Луганович, Слав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Что произошло в школе, где учится наследник британского престола? В чем Андрей Макаревич обвинил Редью Хэт? И как гарантированно получить тихих и комфортных соседей? Об этом и не только в нашем обзоре. Полиция задержала женщину, которая проникла в школу, где учится правнук королевы Елизаветы II. Нарушительницу подозревают в попытке кражи со взломом. Связан ли инцидент с маленьким принцем, неизвестно. Сейчас задержанная в полицейском участке Лондона. Принц Джордж – первенец герцога Кембриджского Уильяма и Кейт Миддлтон. Годовое обучение мальчика в школе обходится королевской семье в 18 тысяч фунтов в год. Это почти 24 тысячи долларов. Париж примет Олимпиаду 2024 года. Решение МОК отдать столице Франции главные спортивные состязания четырехлетия уже поприветствовал президент Эммануэль Макрон. Он убежден, Франция успешно проведет Олимпиаду. Известно, что летние игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе. Желающих получить почетное право принимать Олимпиаду все меньше из-за миллиардных расходов на организацию соревнований. Машина времени против радиохэд Андрей Макаревич обвинил Тома Йорка в плагиате. Написал в соцсетях, что клип «Лифт», вышедший накануне, точная копия ролика «Машины времени» с названием «Место, где свет». Свою работу машинисты сняли еще в сентябре 2001 года. Задумка у клипов действительно очень похожа. Йорк и Макаревич всю песню едут в лифте. Правда, концовка разная. Знает ли лидер радиохэда о претензиях «Машины времени»? Неизвестно. Необычный дом продается в городке Дэвид, штата Мичиган. Он расположен напротив кладбища, буквально через дорогу. Риэлтор Шейн Броллс, к которому обратились с таким заказом, от работы не отказался. У дома установил табличку с объявлением о продаже. Среди удобств указал «Тихие соседи». Игрок мадридского Реала пропустил матч Лиги чемпионов, потому что неудачно побрил ноги. Об этом пишут испанские медиа. Якобы Серфио Асенсио не вышел на поле в матче против кипрского Апуэла из-за раздражения кожи. Тренер Реала легендарный Зинадин Зидан подтвердил. Из-за этого Асенсио даже гетро не смог натянуть на ноги. Футболист восстановится после необычной травмы только к воскресенью. Это все новости на сегодня. Завтра пятница и итоги недели в этой студии подведет мой коллега Алексей Лихман. Хорошего вам вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова